всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня хотела показать вам уходовую косметику которую меня скажем последнее время не то что в приоритете а то чем я пользуюсь какие-то новинки сразу оговорюсь все это будет из бюджета белорусская косметика не вся белорусская но вся бюджетная если вам такое не интересно то скорее всего это видео не для вас и приступим делала заказ белорусской косметики заказала линейку себе вот такую вот от vitex салоя пенка для умывания с депантенолом пенка мне понравилась она я не скажу что она сильно пенится но я не люблю сильно пенящиеся и она очень такая деликатная сильно кожу мне не то что сильно она принципе не высушивает мне но у меня нет каких-то сильных требований к пенкам объем хороший упаковка совершенно обычная пахнет приятно нежно стоит у меня в ванне активно пользуюсь ей каждый день из этой же линейки заказала еще крем крышка здесь не родная крышка здесь по моему была белая питательные алоэ крем для лица восстановление упругости защиты от морщин ну тоже vitex не сказать что я огромный какой-то фанат белорусской косметики но мне захотелось попробовать что такое бюджетненько не скажу конечно же что он делает какие-то чудеса но я пользуюсь иногда по утрам у меня стоит в ванне когда спешу не как основной уход а как знаете что такое промежуточное быстренько намазал да он действительно такой питательный ну сильной пленки не оставляет немножечко тяжеловат на мой вкус но такой себе средний статистический крем скажем чудес не делает но и не ужасен в общем то пользоваться вполне можно далее из этой же линеечки вот такая вот сыворотка я вообще люблю пробовать всякие сыворотки эссенции или как их там еще называют в общем сыворотка концентрат усиленного действия для лица с золотистыми витаминными капсулами ну как видите у меня ее тут целая упаковка на самом деле я и особо не пользуюсь вот что-то пару раз попользуюсь во-первых у нее аппликатор не самый лучший он плюется и она немножко стягивает по финишу мне кожу я бы не сказала что она как-то там особо увлажняет но все-таки я наверное ее как-то допользую надо мне поставить ее на видное место чтобы как-то ей пользоваться в общем-то под какой-то крем принципе можно как такой дополнительный шаг напишите если пользовались этой линейкой напишите свое мнение что вы думаете далее вот такая вот у меня штучка подарили в наборчике 100 рецептов красоты вообще далеко не моя самая любимая марка как бы у меня особо ничего такого и нету в общем здесь такая маска основа для лица витаминная как заявлено авокадо и вы ее смешиваете сначала здесь все так сложно я не знаю зачем это нужно но это такой маркетинговый ход сначала смешиваем со скрабом скрабим все смываем потом опять-таки берем это авокадо смешиваем вот с этой желтой здесь чистой воды масло находится персиковое и оставляем на лице я не очень люблю прямо такие масла какие-то они мне кажется могут подзабивать пор и потом такие белые прыщички появляются но главное не передержать чтобы такого не случилось в принципе после этого масла и вот этой штучки мне нравится лицо очень нежная мягкая в общем-то немножечко скажем так она работает не совсем она какая-то бестолковая так что пользуюсь тоже так 50 на 50 можно попробовать главное еще раз быть аккуратно вот с этими маслами скраб можно и сам по себе использовать но он довольно крупный и он довольно грубый если его без вот этой штуки использовать а так по объемам здесь очень мало и в принципе хватит ненадолго что красного что желтого поэтому наверное так и сделано чтобы смешивать чтобы хватило на подольше если это вообще имеет какой-то смысл так дальше вот такой тоник у меня я не знаю вообще что это за марка gourmet на самом деле бел космекс вот это тоже белорусские сияние свежесть кожи экстракт черного трюфеля я искала тоник чтобы был не мицеллярный сейчас таких не очень много почему-то представлено все тоники мицеллярные мне есть мицеллярная вода им не хватает и мне хочется чтоб тоник не высушил все таки после мицеллярки мы знаем что надо как бы лицо смывать потому что мицелляры они высушивают кожу и в общем мне понравился в принципе этот тоник сначала мне запах не очень понравился но я потом привыкла и мне даже он понравился на самом деле не то что я его прям так много использовала я разливаю тоники по всяким вот таким бутылочкам например фикс спрей от essence мне закончился я навела туда тоник чтобы мне удобно было сбрызгивать спонж я все время пользуюсь влажным спонжем прямо люблю такой повлажнее спонжик и по хайлайтеру сверх прохожусь и на пудренность убираю в общем мне все время должен быть под рукой какой-то спрей но спреи они такие не самые дешевые и я поняла что тоник в принципе для меня тоже хорошо работает и в общем то вот такой лайфхак я не знаю еще один тоник я заказала от биоленды это польская здесь вообще ни слова по-русски все по-польски это первый мой продукт от этой марки я знаю что у них очень хорошие сыворотки там все их поголовно хвалят что-то как-то пока не доходят мои руки до этих сывороток тоник заявлен здесь какой-то мезоактивный тоник омолаживающий я не помню как там по-русски говорилось в общем что-то там с регенерацией кожи омертвевшие клетки удаляет бла-бла-бла я не знаю буквально не долго им пользуюсь но запах мне не нравится запах такой мужской как у мужского бальзама это меня немного отталкивает ну по эффекту тоник как тоник пока ничего не могу сказать напишите но на него очень хорошие отзывы поэтому я как-то купилась и решила все-таки его приобрести люблю я тоники поэтому вот еще спрей спрей неизвестной мне марки вообще не знаю что за марка вот такая вот увлажняющий фейст мист с алоэ вера я вообще люблю спрей как я уже сказала очень симпатичная бутылочка мне понравилось здесь 65 миллилитров мой любимый от катрис у меня заканчивается кстати я думала сюда налить тоник потому что здесь очень удобный распылитель такой мелкодисперсный не плюется но как специально крышка здесь не снимается насколько я поняла поэтому вот здесь у меня остатки я его берегу это мой любимый дьюи глоу фиксинг спрей он стоит порядка 6 евро у нас это очень сложно найти заказала на пробу такой в общем немного плюется он если не так нажать если нажать немножко то вроде ничего короче мне нравится как пахнет и я сейчас им пользуюсь опять-таки для сбрызгивания спонжика прямо на лицо я так особо не это я лучше брызгую на спонжик и спонжиком прохожусь по лицу также убираю лишнюю какую-то напудренность и так далее и тому подобное приятный такой пользуюсь пока что далее из белорусской косметики еще вот такие штучки где-то у меня были коробочки но я так долго с этим видео тянула что я не знаю уже куда все делось в общем какая-то линейка гидроэффект в общем купила купилась я на эту скажем рекламу бла-бла-бла и вот это клеточное увлажнение и сияние кожи и максимальное увлажнение в общем это для лица это я думала что для глаз но здесь для лица и век то есть я вообще не понимаю зачем мне тогда вот этот если это для всего подходит то есть его можно либо в крема добавлять либо как самостоятельное средство да вот как самостоятельное средство или перед нанесением крема это такая очень жиденькая субстанция я не знаю да увлажняет да приятное но это увлажнение знаете так ну не долго длится конечно это только в догонку к каким-то еще средством больше такой точно не куплю а гель гель он такой прям гель гель знаете когда у вас прям вот ну вот хочется супер увлажнение после ванны особенно после душа после каких-нибудь процедур хочется вот он прям гель такой прозрачный в принципе можно попробовать он такой прям как водичка и прям сразу чувствуется что так кожа такая увлажняется ну понятно что никаких тут прям просто увлажнение хорошее ну как хорошее на целый день не хватит по-любому он сейчас он впитается и нужно какой-то еще кремчик сверху нести в общем напишите если вы таким пользовались это тоже биолита далее вот такой еще крем от витекс совершенная кожа в условиях города я не знаю что значит условия города это бред какой-то мне кажется гиалуроновый крем абсолют ночной что меня подкупило это то что он для лица и кожи вокруг глаз это знаете такой экспресс вариант когда жучь поздно ложишься спать и у тебя стоит это там на прикроватной тумбочке и ты там устал ребенка укладывал или еще что он просто вот один крем намазал и под глаза и на лицо все спать лег конечно это не заменяет ежедневный уход но вот на такие случаи когда ну устали вы вот ну а что-то все нужно намазать на лицо скажем так короче в общем питание разглаживание самообновление конечно чудес не делать но неплохой такой крем кстати вот это до сих пор еще у меня прям мокренький такой этот который мига увлажняющий итак ничего такой среднестатистический тоже крем пользуюсь не часто но пользуюсь и вот такой крем это буквально тоже я на днях заказала это французская марка я начиталась про него очень много хороших отзывов конкретно об этом креме это крем питательный на основе масла но тут экстрим какое-то экстремальное питание для чувствительной и даже очень не очень чувствительная очень сухой кожи кожа у меня да такая суховатая в этот период года ну вообще комбинированная ну я посчитала что мне не помешает хорошее питание знаете здесь мне очень понравился этот крем и вообще буду дальше знакомиться с этой косметикой она ну типа как бы аптечная вообще типа то ли аптечная то ли не аптечная у нас она не везде продается но кое-где есть и крем варьируется на сайте от 7 до 10 евро то есть бюджетные там типа вообще масс-маркет дешевле даже лореали там все такое мне понравился этот крем ну да он пахнет не то что совсем без отдушек я не знаю разные разные варианты там полно на выбор всякие как их там есть специально для жирной кожи специально но у них очень много таких направленностей есть там от чуть ли купероза там я не знаю отдельно для всего от прыщей есть в тюбиках вот конкретно вот в таких вот ну не в банках то же самое есть очень сильно увлажняющие крема сначала хотела увлажняющие но подумала у меня еще из других марок тоже полно увлажняющих кстати вот таким вот пользуюсь еще эвелин эвелайн гидро что там гидро аква гибрид гелевый такой тоже хорошо увлажняет я уже больше чем пол банки использовала поэтому я решила пока этот добить и все таки питательным сейчас пока попользоваться короче что я тут болтаю мне понравилась эта марка мне понравился этот крем я буду заказывать еще потом какие-нибудь более легкие на весну там увлажняющие ну кстати для глаз мне показалось у них как-то мало нету может быть у нас выбор такой вот такой крем заказала под глаза это моя такая больная тема много у меня разных кремов под глаза так на вскидку даже которые сейчас я вижу вот такие вот у меня есть корейский есть чёрный жемчуг есть вот такой немецкий уже заканчивается есть вот такой вот эстонский регенерейтинг в общем я заказала сибамед у меня когда-то уже был это точно аптечная марка в аптеке такой крем у нас стоит около 10 евро я заказала на сайте за 7 ну он так и стоит плюс-минус это немецкая марка в общем мне очень он понравился я не знаю почему я его не покупала он такой относительно бюджетный есть намного дороже естественно крема и вот когда я его наношу с утра я до сих пор например прошло часа 4 я чувствую что у меня есть увлажнение под глазами неплохо консилер на него ложится там и макияж в общем то он чудесный на него не так много отзывов русскоязычных почему то я не знаю почему но я нашла очень много американских отзывов и его там очень сильно хвалят и я не знаю с чем это связано как то в общем то странно даже и цена на американских сайтах на него очень дорогая не знаю может быть это какой то фейк в смысле сайта но крем неплохой можно присмотреться все таки это аптечная косметика проверенная без всяких там парабенов для чувствительной кожи здесь он и увлажняющий и от морщин для чувствительной кожи и анти-эйджинг и PH тут правильный и в общем то я довольна этим кремчиком буду дальше им пользоваться потому что морщины под глазами после 30 лет никто не отменял вот для губ у меня вот такая вот штучка обычная домашний доктор ромашка и липа очень мне нравится отлично питает губы все вы знаете кто смотрит мой канал что вот мое спасение это бипонтен вот кстати он просто уже подходит к концу губы у меня супер 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 сухие все время вот этими кусками сколько бы я их не увлажняла я даже не знаю как с этим бороться так в общем неплохая помада супер бюджетная далее а еще крем под глаза забыла даже показать это эстонский натуро эстоника это наша эстонская марка кто не знает я живу в эстонии много раз я уже показывала вот эту сыворотку натуро эстоника где-то у меня это 8 пузырек уже для сухой именно кожи для нормальной сухой я их обожаю в общем у меня тут уже половинка осталось и вот этот крем я покупаю второй раз он стоит буквально так сыворотка стоит меньше 4 евро крем стоит 2 с лишним евро ну это типа такой закос под натуру сибирику или как там я не знаю почему такое название короче это у нас производится в стране мне нравится очень этот крем он такой гелевый он действительно хорошо увлажняет за 2 евро он приятный приятнейший и перед макияжем тоже могу его как дополнительно нанести короче ну я бы не купила его второй раз если бы он мне не нравился и я знаю что людям он нравится то есть я не одна такая я смотрю и читаю отзывы неплохой ну и еще у меня новинки тут были две вещи буквально у меня консилер от Wet n Wild причем я увидела консилер этот по оттенку мне очень понравился я его сразу купила потому что сейчас что-то у меня консилеры вообще не идут видно кожа под глазами сильно сушится за счет отопления и все такое у меня уже раньше был консилер от Wet n Wild я его не очень любила в принципе потому что он мне был темный оттенок Light Ivory я не знаю будет ли сейчас видно на камере очень темный очень такой персиковый и я такая уже неделю пользуюсь вот этим консилером посмотрела на оттенок и тоже Light Ivory но невооруженным глазом видно насколько мой старый темнее нового видно они как-то переделали там оттенки я не знаю с чем это связано короче бред сивой кобыла называется с этими оттенками я не скажу что я ну видно разница очевидна не скажу что я прямо фанат этого консилера но и говорю же опять таки это такая вещь очень как сказать личная что ли не то что личная понятно что личная я забыла это слово короче индивидуальное вот что хорошее увлажнение нужно и там куча разных примочек закреплять не закреплять выглядит желтоватым но при растушевке он в общем отлично мне подошел пока не знаю ничего точно не могу сказать и еще заказала себе базу Art Deco да 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 лет десять назад у меня такая была когда я только начинала свой youtube канал я заказала ее на смену Maybelline Color Tattoo я не знаю это было ошибкой что-то как-то я пока не проникла с этой базы и вообще я не помнила точно какая она почему-то она не оправдала моих ожиданий короче во второй раз хотя раньше я ее очень любила ну вот она например наносится я жду от нее что она подсохнет и двигаться не будет чтоб я сверху смогла тени наносить пахнет она кстати тоже так по-мужски очень сильно шампунькой но со временем она не засыхает и она подвижная то есть таких вещей я не понимаю которые не усаживаются на коже будь то жидкие хайлайтеры и какие-то такие текстуры я считаю что она должна была усесться чтоб я сверху смогла припечатать тени но если она у меня вот так вот вся растушевалась в никуда то зачем она в принципе мне нужна я могу консилер нанести на век то есть я заказывала чисто чтобы цвет был ярче не знаю пока немного жалею в общем-то об этой покупке наверное я что-то перепутала и все-таки с Maybelline Color Tattoo ничего не сравнится это все на сегодня и спасибо что смотрели всем хорошего настроения пишите что вы думаете о каких-либо продуктах и всем пока подождите как как вы вы в Продолжение следует...